здравствуйте люди добрые счастливые красивые умные люди с вами снова я позитивный дядька если кто помнит нашем славном городе вотвинске очень древние времена был такой в центре магазин номер 16 угловой он еще назывался теперь там пятерочка живет а возле него стояла треугольная деревянная будка с небольшим окошком вот там жила ну не такая конечно бабулька вот какую вы сейчас видите но оттуда выглядывала женщина вот примерно такая ну знаете такая советская торговая женщина со всеми признаками пышной прически полноватая и с громким голосом вот уже в те советские времена она применяла довольно агрессивный метод рекламы аудио рекламы когда она видела в окошечке своей будки деревянной проходящую группу людей она внезапно очень громко кричал ты же не обращал на нее внимание представляете как это было для прохожих она кричала так пирожки горячие кому пирожки горячие с картошкой с капустой с мясом вы вздрагивали невольно ну может быть от страха подходили и покупали себе пирожок пирожки были вкусные действительно короче говоря о чем это я к чему вернее я сегодня это к пирожкам пирожки каша вредно но вот смотрите какой у меня есть новогодний подарочек ну может не совсем новогодний новый год мне подарили другие книжки но я вам тоже их потом покажу смотрите какая красота смотрите конечно рецепта здесь совсем немного но зато здесь много красивых картинок и полезных советов видите о о нет правда книжка очень хорошая и очень полезная но посвящена на вредной пищи пирожкам в разной выпечке она так и называет пироги и кое-что еще это известная блогерша ирина чидеева которую открыла наша старшая дочь катя про ее увлечение кондитеркой вы знаете я уже говорил не раз так вот здесь есть такое слоеное рубленое тесто она еще у нас в семье называется тесто на ледяной воде вообще всего три ингредиента сливочное масло мука и ледяная вода к чему мы сегодня применим это тесто опять же к испытанию вот этих вот формочек если вы видели предыдущий ролик про маленькие болишек так вот сегодня у нас будут рыбные пирожки значит начнем давайте рыбные пирожки ну классические то есть состав начинки такой это будут купленные по случаю малосольные брюшки семги рис полуотваренный вареные яйца и немного припущенного лука начнем давайте мы с теста вот что у нас туда пойдет это 200 граммов муки вот этот аккуратно отпиленные 100 граммов масла вот они они должны быть масло должно быть твердой мы будем накирать его натерть и ледяная вода вот я конечно слегонца передержал она прям превратилась ну давай сверху покрылась знаете как в трех поросятах мне очень нравилась фраза раньше и сейчас тоже когда осенью когда лужи стали покрываться тоненькой корочкой да это вот примерно так ну то есть корочка уже и не совсем чтобы тоненькая прям даже то положим вместо ледяной воды положим туда прям лед отмерим месить будем в деже особенность этого теста в чем дело в том что мука смешивается с мелко натертым сливочным маслом либо мелко порубленным совсем в крошку и главное чтобы при замесе вы не дали растопиться масло то есть вот руки даже должны быть холодные чтобы все таки масло и мука были немного по отдельности ну то есть были такие масляные крошки обваленные в муке это придаст в готовом виде в готовом изделии некую слоёность такую короче говоря месить чтобы не не морозить руки и не портить тесто делать будем так мы сейчас попробуем вот так вот высыпать наши 200 граммов месить будем в тестомесе ему во первых не холодно а во вторых он не даст согреться нашему масс на 3 масла на терке трите быстро я вообще думал что масло можно наверно даже еще во что-то завернуть чтобы не 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 греть руками чтоб она оставалась холодной но в принципе если тереть быстро то процесс проходит нормально вот наше масло еще еще холодная терку в сторону масло в дежу так так как у нас пирожки будут не сладкие нужно добавить щепоточку соли тоже можно две щепотки у всех разные вот теперь на это количество масла и муки идет 5-6 столовых ложек ледяной воды если попадается лед вылавливаем вместе со льдом где мы положили вот смотрите какая клевая штука будем считать что тут это еще одна ложка и теперь все это дело отправляем в тестомес будем месить ну что я же достал уже тесто из держи вот смотрите какой шматочек маленький нам много теста не надо буквально там ну сколько получится пирожков не знающих на пирожки так как это вредно вот видите она немножко неоднородное именно такое оно и должно быть дальше не вымешиваем час мы из него сформируем такой шматочек круглый круглый шар завернем стрейч сильно не грейте в руках еще раз предупреждаю завернем стрейч пленку положим в холодильник как рекомендуется в книжке минимум минут на 40 любят так его чуток еще раздавим чтобы быстрее остыла все пока тесто в холодильнике давайте займемся начинке я уже описывал начинку что у нас туда пойдет вот подваренный немного рис аль денте довольно сильно посмотрим я надеюсь он у нас запечется яйца вареные вареные яйца немного репчатого лука ну и самый главный ингредиент ради которого собственно все и затевал вот это брюшки семги свежих таких вот знаете не соленых не было поэтому пришлось брать малосольные зато не хранятся лучше вот вот такие шикарные вещи а это вещь я вам скажу вот собственно и все ингредиенты рыбу мы померить порежем небольшим кубиком или полосочками рис яйца порубим а лук припустим немного в растительном масле лука я подумал нужно побольше потому что рис у нас с вами сильно аль денте поэтому какая-то влага нужна я надеюсь что вот этот лук он свою влагу при выпекании отдаст рису ну будем так надеяться вообще можно капнуть туда немножко какого-нибудь бульона или воды сами пирожки тем более лук ужарится до некоторой степени лук припускаем на небольшом огне у нас с вами чтобы он не стал коричневым остался именно такого вида как у нас есть рыба чищенная немного смой немного смоем с нее соль и порежем со шкурки мы ее не снимаем вырезаем только вот клубники можно конечно сделать не просто с брюшками чем можно сделать из самой семгой но брюшки гораздо жирнее вредно наверное не знаю я не уточнал по поводу рыбьего жира а кстати рыбий жир это же исключительный источник витамина d а у нас зима поэтому я думаю даже хорошо мы с такую дозу витамина d примем с вами мало не покажется ну продолжаем в том же духе пока у меня не было 0,5 секунды вот наш рис яйца у нас порезались ну не смысле руку порезали порезались а вообще порезали насмерть мелкую крошку вот такую еще я нашел белые хвостики зеленого лука которые у меня не пошли в мясо хе давайте для свежести тоже мелко порезанные вот их совсем чуть-чуть добавим в наши пироги ну и вот до такой степени обжарился запассировался вернее наш репчатый лук все осталось только замесить в одну кучу солить мы не будем потому что рыба она у нас малосольная ну и лучок и специи будем добавлять давайте я верну вы же хотите добавляйте хотите нет свой пирог а я добавлю только черный перец все-таки он довольно ароматный лаврушку класть не будем вот когда рыба у нас знаете довольно обыкновенные типа хет ментай там бога ради ментай лаврушки не испортишь но все-таки семга ты тем более брюшки которые кстати говоря у эскимосов считаются прям осо вот вот брюшки лосося это прям вот рыба а все остальное это не знаю не помню где я читал но якобы что эскимосы когда заготавливают лосося на зиму они берут только брюшки оставляет их себе а вот спинками и хвостами кормят своих ездовых собак так что вы представляете какой у нас сегодня пирог он пойдет даже эскимосом ну начинка по мне так прям дюжи богата не в смысле денег в смысле по вкусам припущенный лук рыбка пахнет прям как рыбка прям как вот ништяк вообще нюхание говорят что нюхать еду не прилить ну как же неприлично то даже составляющая часть вкуса но ароматы может гостях неприлично я не знаю даже не значит что вы подвергаете сомнению свежесть продуктов это значит что вы хотите насладиться их ароматом ну все начинка значит пусть выстаивается а тесто охлаждается как будет готова приступим к летке так вот мы и встретились я забыл вас предупредить у нас сегодня студии приглашенное лицо это знаменитый на всю страну лепщик пирожков светлана ринатовна андреева но мы же боремся с конкурентами и чтобы они не перехватили наше приглашенное лицо на своей передаче не заставили там лепить красивые вкусные пирожки мы не будем показывать ее лицо она будет инкогнито вы увидите только прошу светлана ринатовна на масле крышечку сторону укладываем нашу начинку души конечно вообще в классическом турыдном по моему больше риса больше рыбы ну короче вы поняли и в том же духе продолжаем оставшуюся из приближения начинку то вот что у нас получилось шесть таких как сказал гость студии рыбных балишиков ну балишик не балишик рыбный не рыбный но в общем посмотрим что получится вот эти вот видите из фольги завертки это для того чтобы если все-таки тесто у нас она выпекается вместе с начинкой не забывайте она вдруг лопнет и протечет чтобы не вытекал в плиту и не было большого дыма если сок и вытечет из пирожков то он останется внутри фольги и не будет сильно вонять отправляем в духовку на 200 градусов минут на 30 а там видно прошло 40 минут надеваем наши теплозащитные варежки достаем о вот такая красота все вроде бы должно было пропечься пусть стоит остывает сейчас мы немножко накроем это дело полотенцем дождемся пусть они стили конца остынут и будем доставать из формочек ну что вот он наш один из шести получившихся пирожков давайте посмотрим ну ничего не вытекло уже хорошо все вроде бы пропеклось папа снимаем достаем ну как все окей донышко пропеклось вот он красавчик как и мы с вами ну что ж давайте посмотрим что внутри как будем разрезать давайте резать будем не так как полишь а просто разрежем пополам видите тесто хрустит ломается принципе как как слоеное так как и задумывалась как и должно ледяное тесто вот донышко пропеклось боковушки пропеклись вот она яйцо и рыба и рис о испробуем смотрите он сочный видите как блестит вот бульончик сотеный нежный в меру соленый прекрасный пирожок и тесто и начинка знаете скажу да я доволен все удалось ну что же вам пожелать пеките пеките пирожки с рыбой с рыбой хороший вкусный и нежный и пусть ваша жизнь будет такая же знаете гармоничная как вкус этого пирожка будьте счастливы